у вас 6 но суммарно 6 учредителей юридического лица если они путаем причем это очень сложная история с коммуникации всех учредителей с одной стороны прямо по себе знаю с другой стороны интересно очень разбита 16 процентов всех у вас 20 процентов но и эти цифры в общем они не имеют никакого бизнес смысла потому что ну потому что потому то есть у вас нет блокирующего пакета процентов этих то есть тут дело в чем-то другом почему именно такая структура почему все учредителях и самое главное что были ли за действительно огромное время существования бюро какие-то серьезные разногласия среди вот партнеров которые а таким волевым и мудрым решением совместной работы всех партнеров удавалось потушить или у вас совершенно такая какая-то я вам скажу что мы в 90-м я уж не помню в каком году это именно организовалась как о 90-можде наш 91 вначале это просто было примархи как назывался научно-проектный центр здесь просто вы получаете задача делаете они какой-то типа зарплату какой там каким-то уж не помню образом свой в общем своя бухгалтерия и так далее потом в какой-то момент мы договорились с мархи что они нас отпускают бы на вольные хлеба вот и надо сказать что спасибо им что они отпустили могли бы не отпустить но они отпустили мы стали тогда искать какую-то форму своего существования нас уже тогда было 6 человек ну сразу но все кто был они все собственные были в партнерах получается по моему кроме этих 6 тогда никого и не будущее абсолютно неопытными в том а как это делается да и опыта тогда не было понимаете ну скажу ну будем вот такое этому поделимся по ровну а сколько ну поскольку он постарше там дадим немного больше ну хорошо хорошо все а ну типа он директор в этом пусть у него будет там насколько на 4 процента больше на него там не видели никакого не смыслу не резону так 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 потому что и были какие-то дела надо делу делать а это надо было скорее быстрее от как-то решить и жить дальше в общем решили вот так но просто все учредители и сейчас учредители вот в чем дело и это такой прямо она не просто это как там брак можно сказать как удалось это все это интересный вопрос потому что то что почти 30 лет это все значит структура как-то просуществовал а люди люди все достаточно разные разнообразные с разными биографиями с разными опытами не знаю ну очевидно в каком-то смысле здесь и моя заслуга в том смысле заслуга в кавычках что я не то что либеральные но я бы сказал тот еще директор иметь я там не было там не жесткой руки там не какой-то ясной идеи куда и зачем и как мы идем там это мы делаем а это мы не делаем и в общем так так она же может быть у любого из шестерых и все равно придется как-то с этим жить потому что учредить это неважно директор неделя значит я думаю что настает время когда нужно как-то пытаться эту структуру переосмыслить вот как первый виток запуска компании произошел потому что но еще в то время же не было вот этой субкультуры предпринимательства и как бы спросить не у кого бизнес культуры не будет конечно но было еще хорошо в том смысле что и наши заказчики они были такие же дикие как и мы это были люди которые там еще не имея языка как-то там пытались на пальцах или жестами на мимикой друг другом изъясняться потом постепенно все научились все уже искушенные я благодарен моим коллегам они меня немножко избавили знаю что романтические условно склад ума они меня от этого избавили и в общем я на эти ваши вопросы даже не лучшие очередителя взял на себя эту роль и прям вот разбирался да понятно чувствуется что он большой смысл заложен в логотипе и абсолютно все команды там с кем я разговаривал у них это прям очень такая история была как это непростая почему именно такой логотип у вас такой лить мотив это то что архитектура она очень контекстуальная ну что она работает в контексте и при этом сам логотип это черная очень резкая рамка такая фокусе и красный квадратик размытый который оттуда вышел в чем вообще почему так ну вот все а как начать не так мы делали конкурс был международный конкурс японский на такую парламентская называлась библиотеку в конца и кани ну конкурс был интересный мы с удовольствием в него играли и ухода хотелось найти какое-то в общем такое восточное не знаю так то трактовку всего вот этого и тогда в общем родился образ два квадрата ну и не янь там и так далее так далее нам казалось что это вполне что такое восточное и так далее а потом ну конечно этот конкурс не выиграли выиграли там совсем другие люди но графически получилось достаточно интересно убедительно и потом когда мы искали какую-то тему для логотипа могут как-то почему бы из этого совершенно очевидно работает на вас и ну скажем так назовем это бренд остоженки понятно что к вам приходят заказчики там это все понятно но при этом даже самые крупные бюро они у них прям последовательная стратегия каким образом получать заказы и есть ли у вас какая-то стратегия вообще работа с поиском контрактов или это все происходит само или этим только коммерческий директор занимается его собственно я думаю что мы достаточно архаически живем то есть телефонные звонки рекомендации так далее и так далее постоянные клиенты которые к нам возвращается тем более что уж не часто бывает что какие-то девелоперские компании они очень часто меняют свои составы и какие-то люди с которыми мы работали в одной девелоперской они оказываются в другой они нас знают а какие-то уже тогда сарафан по сути вас рекомендуют вам звонят и это так происходит ничего кроме ничего так у вас очень много жилья очевидно что вы работаете с девелоперами и сейчас ситуация но в 90 процентах случаев такова что девелопер обращаются с проектом вот у нас там есть какой-нибудь комплекс нарисуете архитектор быстро садится что-то очень быстро 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 рисует с каким-то эскизом приходит к девелоперу девелопер собирает там 20 человек каких-то маркетологов друзей своих жен друзей там я не знаю кого вот такая комиссия собирается и значит архитектор все это рассказывает и дальше получает набор комментариев там вот тут тяжеловато или вот а мне нравится вот вот я в турции видел лучше и дальше его просят визуализировать новый вариант фасаду допустим через четыре дня и в общем эта история вот с заменой вот этих рубашек ну картинки она повторять бесконечно каким образом вывод реальности существуете если в ней не заложено время на проектирование совершенно ну то есть сам проект он не подразумевается подразумевается что картинку визуализатор садится делать вот прям сегодня вечером желательно за ночь сделать очень правильно описали ситуацию значит вся работа архитектурная она становится ему менее и менее как бы сказать романтически творческая она становится это очень такое производство очень такое индустриальное в котором там есть команды которые делают вот это потом деталь переходит туда потом туда 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 то есть практически уже не остается архитекторов которые могут контролировать весь объект там от начала до самого конца тем более что как вы правильно говорили заказчик приходит и говорит что ему там через два дня нужно уже 3d всегда картинки там с девочками на велосипеде как там шариками с цветочками с обувочками и так далее который он кому-то должен показать для того чтобы вообще там деньги потекли вы говорите ну как же ну я вообще даже не знаю какой это будет дом как он здесь на этом участке потом очень часто бывает что эти такие скоропалительные картинки начинают детерминировать вообще все дальнейшие действия вот ну мы справляемся таким образом что у нас достаточно я это называю фармический цех развился довольно сильно то есть ребята команды визуализаторы это тоже интересные ситуации у вас прямо вакансии висит все время визуализатор желательно с чувством вкуса эти визуализаторы у них есть наборы значит каких-то этих приемчиков они приклеивают то есть вы просто выдерживаете сроки вы действительно можете там за два дня но вариант но благодаря этому в общем я бы сказал что продукция в таком производстве низко очень высокого качества она достаточно стандартизировать на неизбежно конечно но дело в том что надо посмотреть а что такое происходит понимаете мы там читаем и про инновацию и про эти самые бесчеловечные человейники и так далее и так далее и мы понимаем что да мы как бы солидарны с тем что это все это все ужасно это то за что также как за пятиэтажки там или не знает девятиэтажки потом людям которые в этом участвует не то что стыдно но общем как бы похвастаться нечем также нечем будет похвастаться вот за все то что мы сейчас видим по всей москве и я где-то прочитал что оказывается в этом году девятнадцатом году значит москва побил рекорд каких-то 60-х годов по количеству вводимых квадратных метров когда вот на репику конечно да понимаете да что это значит это значит что архитектора в общем думать некогда и никто не собирается ждать когда ему что-то придет интересные оригинальные тогда говорил андрей пауч мозг очень человек иронично вообще занимается в москве архитектора они делают чертежи для стройки начнусь и делаем чертежи для стройки у каждого бюро есть почти у каждого бюро есть своя это некая мечта ну вот кто-то там хочет не знаю новое общество построить кто-то хочет чтобы его сотрудники там стали какие-то особые и вот уходя из бюро выносили собой частичку какая-то миссия для примера компания народный архитектор там который мы занимаемся не была идея что люди они просто позволите не могут там дорогую архитектуру хорошую мы будем прям дешево делать бесплатно и у нас будет там бесконечность контрактов но это не сработало но вот это вот сектантская составляющая она была таким стержнем начали какой-то момент у вас какая-то такая вот сектантская история в остоженке она присутствует ее элемент ну для меня вообще как бы все истории в которые попадал все команды где работу как бы важны не какой-то вот этой продукции вот этот дом мы просто вот этот вот это меня важно в общем что это были некие школы также как школы бы вот это работа с гуд новым развитие людей энергетического и все люди которые там работали это действительно это в общем какое-то такое мне братство знаете как такие своего дома солнца вот и я надеюсь что и остоженка это тоже такая общем можно сказать некая масонская секта да потому что в общем мы не считали но помните в этом самом фильме какой-то польский там такой крик дети вдовы ко мне то есть это какой-то такой масонский клич значит дети вдовы и все кто к этому имеет отношение они собираются кислородом значит я тоже надеюсь что вот какая-то обстановка ситуация история вот это остоженки ну каким-то образом повлияло на людей которые через это прошли а их довольно много прошло список огромного снаса для меня это ценнее важнее чем те там конкретные дома которые вы построили а какое будущее у вас тоже улице или бюро конечно думаю что она как-то должна сильно измениться и продолжить существовать в новом качестве переродиться как-то зерно что-то такое упавшее ну и так далее да должно умереть чтобы прорасти в какое-то явление носа и со флагом остоженки но не буквально то что сейчас потому что это в общем уже продукты предыдущей какой-то эпохи его тащить дальше в будущее нет смысла